всем щербет дорогие друзья наконец-то приехал ко мне маленький но очень крутой фонарик от компании вуркос называется он fc 13 конкретно эта версия имеет на борту диод x hp 50 версия 2.0 и максимальную мощность по люменам три с половиной тысячи и дистанция 360 метров есть еще вот видите версия написано fc 13 черный это диод это цветовая гамма 5700 6500 кельвинов сет это значит что он с аккумулятором ну made in china ясно еще они выпускаются на диодах sfn 43 и sft 40 здесь сзади рантаймы вот видите мой диод 50 версия 2 дистанция почему-то написано 214 метров я здесь 300 наверное это как бы в общем целом к одна коробка под все диоды идет потому что да тут рефлектор структурированный апельсиновая кортка вряд ли он будет светить прямо на большое расстояние это более фонарь заливного характера имеющий приятный спектр широкий засвет и не ярко выраженный центральный ход спот но это я уже забежал вперед объясняя по вот этим вот метрам по дистанции это больше похоже на правду 214 метров 1000 люмен 124 метра канделы тоже здесь не очень много светоконцентрация а вот сфт 40 версия видите здесь 360 метров да они просто по максимуму написали люмены от xhp 50 версия 2.0 а дистанцию написали от сфт 40 какие ребята молодцы ip68 водозащита это значит что фонарик можно погружать под воду до двух метров и смотрите обязательно прежде чем вы вдруг вдруг вздумаете это делать его погружать под воду просили коньте все резьбовые соединения специальной силиконовой смазкой потому что в местах резьбовых соединений фонарики часто протекают ну габаритные размеры все понятное дело коробочка здесь довольно ой упала презентабельная за такая картонная на магнитике как комплектации шел помимо самого фонарика мы сейчас это покажем вам всем еще один темлячок доставайся темлячок темлячок здесь цепляется специально обученное отверстие но я пока не цеплял есть запасные уплотнительные кольца если вдруг вас перетрется quick guide так называемый быстрая инструкция ну зажать резьбовые соединения как я говорил и извлечь заглушку там заглушечка была в аккумуляторном отсеке вы ее сразу вынимаете и все хорошо идет вот такой просто шнур обратите внимание что его часть где тайп си прямо тоненькая потому что не все подходят разъемы в зарядное гнездо к сожалению вот от шанлинга тоже подошел зарядная от моего сяоми 11t почему-то не захотела заряжать фонарик но это мы сейчас до этого дойдем есть инструкция на английском и китайском языках и так по самому фонарику друзья ну вот такой вот небольшой малышок качественно сделанный здесь минеральное стекло без просветления под ним мы видим рефлектор так называемый апельсиновая корочка и вот такой вот разделенный на четыре условных части с плавающей линзой собственно диод sft4 ой прошу прощения xhp 50b же чуть-чуть запутался сзади ровная площадка я думал что здесь будет магнит но он к сожалению не магнитится сразу установлена двухсторонняя клипса которую вы можете либо головной частью вниз либо головной частью вверх использовать алюминиевый корпус с анодированием приятная накатка выполнено все качественно есть ребра радиатора и тайп си зарядная обратите внимание что если я попробую подсоединить сюда обычная зарядная от вот 67 ватт да то она сюда у меня не влазит если вы сравнить толщину этих зарядных то мы увидим что от сяоми она гораздо толще поэтому или товарищи производители в следующий раз сделайте это что что у меня все падает на сегодня сделайте немножко больше здесь отверстия для зарядных ну или товарищи и пользователи имейте это в виду ну благо шнур зарядный положили и все уже хорошо вопрос снят так скажем фонарик идет ну данная версия там можно по-разному заказывать резьба довольно крупная не будет слизываться контакты все здесь прилично аккумулятор белого цвета там контактная группа без выпирающих элементов которые можно случайно повредить что тоже неплохо сами стенки фонаря довольно тонкие есть аккумулятор 18 650 на 3000 миллиампер часов довольно таки тяжеленький все с ним хорошо так как на эти бывает байлонговский какой-то берешь надписи 8800 а он ну такой как кусочек пенопласта давайте я вам покажу как работает фонарик в качестве powerbank а да вы не ослышались вы можете сделать вот таким вот образом и даже не нужно нажимать на какие-то кнопки вот здесь вас загорается оранжевый индикатор и пошло зарядное для моих аккумуляторов для gopro понятное дело что ну 3000 не такая себе супер какая-то крутая емкость но опять же аккумуляторов у вас может быть много и само наличие данной функции очень приятно потому что ну почему бы не делать это в принципе в любых фонарях да вы просто имея type-c type-c шнур который сам по себе ну мало места занимает всегда можете иметь какой-то дополнительный аварийный источник питания далее друзья здесь представлена вот такая вот кнопочка она имеет ход всего ну не двухпозиционная дав просто в клвыкал однако у нее предусмотрена прикольная rgb подсветка которую можно изменять как вы хотите разные цвета разная яркость можно делать что она мигает просто горит разными цветами и прочее прочее вроде бы тоже мелочь а приятно и самое интересное что в этом фонаре хочется обсудить это его управление управление друзья называется у нас андурил 2.0 для тех кто не в курсе вот у него есть два скажем так две версии управления это простое управление вот схемка видите как все просто ну прям сразу понятно правда а есть еще продвинутые настройки вы сейчас не пугайтесь не падайте в оборок они не выглядят примерно вот так вот но ими не обязательно пользоваться это для тех как людей кто прямо вот хочет чтобы у него был место фонаря микрокомпьютер вы можете здесь даже настроить датчик температурный который степ даун включает если фонарь перегревается вы можете даже это настроить внимание всего одной однопозиционной кнопкой если хотите в интернете можете погуглить управление андурил но мне с головой хватило управление которое тоже ну такое достаточно интересное простой версии андурил без продвинутых настроек давайте я вам сейчас вкратце расскажу что же она из себя представляет на самом деле человеку который не хочет заморачиваться тут все крайне просто можно не лезть в дебри нажали фонарик включился нажали фонарик выключился включится он на ранее предустановленном режиме который он запомнил если вы его включили а потом нажали и зажали кнопочку у вас идет плавная регулировка яркости вот вы зажали раз он увеличивает яркость доходит до пика останавливается зажали уменьшает и до самого минимального потом тоже останавливается и вот в любой момент вы отпускаете потом клац выключили а он запомнил очень удобно можно просто установить один раз в жизни нужную вам яркость и просто включать и выключать все больше не заморачиваться также есть ступенчатая регулировка яркости для того чтобы перейти в ступенчатую вам из включенного положения нужно три раза нажать кнопочку раз два три теперь фонарик мигнул если мы зажимаем у вас идет ступенечка и все раз два три четыре пять там сколько от минимального раз два три четыре пять шесть все просто и понятно возвращаемся в плавную регулировку опять трехкратным нажатием если из включенного положения вы кликните два раза у вас включится турбач раз-два турбач три с половиной тысячи люмин все просто далее если вы включите вернее классните четыре раза раз два три четыре фонарик заблокируется все он не включается при этом в блокировке у нас ой я только что четыре раза нажал опять его разблокировал раз-два-три-четыре блокировочка при этом в блокировочке у нас работает самый вот такой вот минимальный в пол люмина наверное режим что очень удобно не разблокируя фонарь вы можете где-то в темноте что-то разглядеть скажем так раз два три четыре все он разблокировался это все я вам показываю управление из положения фонарик включен теперь если фонарик выключен и вы нажмете два раза у вас включится сразу максимальный режим не turbo а максимальный далее если вы из выключенного положения классните три раза вас активируется индикатор заряда питания раз-два-три раз-два-три-четыре мигнул пауза и один значит это 4 и 1 вольт а сейчас он будет повторять четыре и один раз-два-три-четыре и один не азбука морза он он просто показывает уровень заряда аккумулятора фонаря все очень удобно теперь если вы хотите настроить вот эту вот моргалочку вы семь раз клацаете на кнопку раз-два-три-четыре-пять шесть семь внимание это у нас слабое свечение она у меня до этого было отключено раз-два-три-четыре-пять шесть семь теперь вот так вот это все выглядит раз-два-три-четыре-пять шесть семь теперь просто моргает раз-два-три-четыре-пять шесть семь опять выключено опять слабо и ярко и тут где-то было у меня еще такая прям цвета музыка теперь ну я просто не могу это не показать и понимаю что это достаточно долго выглядит если мы включим вот допустим такую кнопочку она у нас горит еле-еле много тока не забирает у нас и вы еще хотите подрегулировать яркость из вот такого положения когда горит шесть раз нажимаем потом седьмой держим раз-два-три-четыре-пять шесть и седьмой держим и вот там вот по идее кнопочка у нас начнет менять цвета да плохо видно сейчас и это тоже можно настроить вот такие дела друзья давайте я сейчас попробуем вот из яркого положения да такая цвета музыка раз-два-три-четыре-пять шесть и держим вот видели фиолетовая мигающая можно чтобы вот такая зеленая была или вот так медленно мигала то есть это все семикратным либо шестикратным и седьмой с удержанием простите за то что так долго но должен был тоже это все продемонстрировать вот он выключилась вот так вот прикольно у вас стоит где-то там и мигает зарядный ток самого фонарика на вход и на выход до двух и четыре ампера но в целом где-то берет при зарядке нормальным блоком два и один ампера заряжается довольно таки быстро что что же касается освещения то здесь как я уже говорил стоит диод который заливает светом он не светит далеко у него нет какого-то супер выраженного яркого пятна который у вас выжигает глаза довольно приятный по тепловому спектру не ускатывается не в зеленые тона не холодный свет ну такой нейтральный чуть-чуть даже может ближе к теплому вот такие дела друзья фотографии вы видели а теперь просто погнали по светим так обычно в режиме видео а а а Субтитры создавал DimaTorzok